Любовь к регби со школьной скамьи. Гости из Москвы – активисты благотворительного фонда развития детского регби в качестве тренеров и учителей. Только в роли учеников, не школьники, а их педагоги. На базе 33-го лицея проходит необычное и новое для города мероприятие – семинар по теме проведения уроков физкультуры на основе регби. Регби – это отличный вид спорта, который развивает очень многие физические качества, который позволяет детям узнать целостность, что такое командное взаимодействие. И на примере бесконтактных подвижных игр, таких как тек-регби – это игра с ленточками, то есть это бесконтактный вариант регби, дети учатся играть и знакомятся с этим видом спорта. Первонаперво необходимо развенчать мифы, связанные с регби. Это не опасная, не травматичная, по крайней мере не более, чем любой спорт, игра, научиться которой предстоит педагогам городских школ. Откликнулись учителя охотно. Классическому волейболу и баскетболу, которым обучают школьников на уроках, с легкостью готовы добавить регби. Сначала теория. Разработаны специальные учебные программы вовлечения в спорт. Задача – заинтересовать педагогов, чтобы они, в свою очередь, вдохновили ребят. Группа была не самая большая по сравнению с другими городами, но мне очень понравилось, как они отвечали на мои вопросы. Моя часть семинара была очень интерактивная и включала в себя также общение с учителями. И на те вопросы, которые я им задавала, они ответили, честно говоря, как одни из самых лучших из других городов. Сравнивать есть с чем. Столичные педагоги объехали уже 10 городов России, внедряя азы регби в школьную программу. Учителя в спортивной форме на разминке отрабатывают броски и передачи. Это практическая часть занятия. Во-первых, это новая вообще для школы. Он еще не так популяризирован. Во-вторых, многим школьникам нравятся контактные виды спорта. Сейчас широко распространяется регби, ММА, все такое прочее. Я думаю, что это заинтересует школьников. Тем более, и сейчас, я думаю, что не надо так бояться регби, как действительно его представляют. Тем более, что здесь объясняют, что тег-регби не такой контактный вид спорта. Семинар проходит в городе по инициативе региональной федерации регби. Белые акулы заинтересованы в том, чтобы как можно больше ребят влилось в спорт. В планах создание школьной регби-лиги. Мы надеемся, что после семинара будет какой-то определенный толчок в развитии иношкольного регби, и еще больше детей потянется ино из спорта, соответственно, и дальше будет развитие само собой. В регби, чем вообще преимущество спорта, можно играть в любом возрасте. Здесь могут играть и маленькие, и с большими, и со взрослыми, и так далее. Это спорт для всех, как и лозунг гласит, регби – спорт для всех. На тренировки в школу пригласят и родителей, чтобы поняли, это занятие интересное, полезное и безопасное. Научиться и освоить спорт с одного семинара педагогам в новом амплуа невозможно, но вполне реально загореться желанием этот спорт развивать.